Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Мой молодой человек из Азбекистана, вместе уже 4 года, сразу бешено. Встречаемся, не можем насладиться друг друга, друг с другом сходим с ума, когда не вместе. Мединами и страсть, протяжение и влюблённость, и всё, что только можно, но есть мединами очень много проиграл. Во-первых, у нас разница в возрасте, 10 лет, я старше, хоть и незаметно. Во-вторых, я замужем и у меня взрослая дочь. В-третьих, по их обычаям, его родители заставляют его жениться на узбечке. Пробовал поговорить с ними о нас, они даже и слышать не хотят. Откажутся от него в случае, если он меня выберет. Я тоже не знаю как быть, мужа бросать не хочется, но и жить так больше не могу. Жалко мужа бросать. Он свою свадьбу оттягивал в 4 года, теперь уже нет возможности тянуть. Оба плачем, не знаем что делать, душа болит. А повторюсь, хронические болезни, от которых не могу избавиться. Пытались расстаться, но не получается. Он хотел покончить с собой по этой причине, я тоже схожу с ума. Психологи и антидепрессанты ничего не помогают. Как решить эту проблему? Посоветуйте, пожалуйста, как правильно поступить в данную ситуацию. Благодарю и надеюсь, что найду человека, который все-таки сможет помочь. Здесь, в первую очередь, хочется два момента выделить. Первое. Если вы аноним пишите, что психологи помочь вам не могут, то не совсем понятно в таком случае цель вашего обращения к психологам. Потому что психологи работают в рамках определенной парадигмы. Вот. И если эта парадигма вам не подходит, то, наверное, и не подойдет. Это первое. То есть вы пишите, что психологи не помогают, и в то же время обращаетесь опять-таки к психологам. Согласитесь, что выглядит это несколько странно. По крайней мере, на мой взгляд, это выглядит немного странно. Следующий момент, на который я хотел бы обратить ваше внимание, заключается в том, что вы просите помочь. А какой помощи вы хотите? Ну, то есть, например, у вас явно не складываются отношения с мужем. И на то есть причины. У вас явно есть эмоциональная, возможно, сексуальная зависимость от вашего текущего партнера. Но это тоже есть причины. У вас есть явно элемент, скажем так, элемент слияния. Если можно так выразиться, если можно так вот это репрезентовать, да? Вот. У вас есть элемент слияния. С этим элементом слияния также нужно что-то работать. Понимаете, да? То есть есть, 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 ряд проблем, которые можно и нужно, ну, как-то решать. Вот. Вот. Но вопрос заключается в том, что для вас являются проблемой. Являются ли проблемой, например, то, что вы, ну, по сути, по сути, жалеете своего мужа? Являются ли это проблемой? Являются ли для вас проблемой то, что вы, ну, настолько сильно зависите от мужчины, например, да? То есть выделите, пожалуйста, проблему, какую проблему вы хотите решать, что для вас есть проблема, да? Вот. Дело в том, дело в том, дело в том, что понятно, что родители вашего молодого человека не в восторге от перспективы его отношений не с избежкой. Это понятно. И понятно так же, что молодому человеку, в принципе, нелегко. То есть ему совершенно нелегко в этой ситуации он должен идти против воли, например, своих родителей, да, допустим. Вот. Что, в принципе, по понятным причинам делать сложно, особенно если культурно-традиционные элементы, культурно-традиционные элементы достаточно сильно интегрированы в психическое тело человека. Это сложно. Вот. Но в то же время волей-неволей возникает такой вопрос. Но если у него к вам такие бешеные чувства, если он без вас не может жить и всё такое, неужели в таком случае, ну вот, какие-то аспекты вроде того, что кто вам против, да, не стоит того, чтобы быть с вами? Это вызывает вопрос. Само собой, есть трудности и сложности, связанные с тем, что у вас явно созависимость. То есть, так называемая бешеная страсть, так называемая бешеная страсть, которую вы чувствуете, это явное проявление ваших определенных потребностей. Которые, судя по тому, что мы можем видеть, не удовлетворяются в отношениях с мужем. И вопрос здесь заключается в том, понимаете ли вы, отдаёте ли вы себе отчёт в том, что это так или нет. На мой взгляд, первое, что вам нужно сделать, это понять, что у вашей семьи проблемы, что вне зависимости от того, будете ли вы, допустим, со своим вот молодым человеком или нет, вне зависимости от того, вам придётся решать проблематику своей семьи и, возможно, расставаться, расходиться с мужем. Возможно. Если, конечно, вы не захотите как-то свои отношения гармонизировать. Вот. Это первый момент. Второй момент. Необходимо, конечно, несмотря на страсть, несмотря на все эти чувства, которые у вас есть к мужчине, да, необходимо как-то всё-таки увидеть, что, возможно, вы чересчур сильно в нём нуждались. Вот. То есть, вот, то, что вы описываете, вы описываете слёзы, вы описываете, ну, ни много ни мало страдания свои и его и так далее. Так вот, то, что вы описываете, это, в общем-то, я бы сказал, признак не совсем здоровых отношений. Вот. Отношений, в которых стираются личные границы, отношений, в которых человек растворяется в другом человеке и так далее. И, на мой взгляд, ваша задача заключается в том, чтобы как-то для себя решить, окей, а для меня это адекватно или нет. То есть, как я отношусь к тому, что я вот так вот себя веду, чувствую, ощущаю во взаимодействии с мужчиной. Вот. То есть, этот момент тоже необходимо определить. Вот. Ну и, собственно, ваш, именно ваш внутренний конфликт, который имеет место быть в данной ситуации, также необходимо выявить и выделить. Потому что совершенно очевидно, что вам в этой ситуации как-то приходится, условно говоря, решать какую-то свою проблематику. Но что это за проблематика? Пока сказать, понятное дело, сложно. Может быть, не удовлетворенность семейной жизни и какое-то накопление негатива, связанное с этим. А может быть, и другие личностные проблемы, которые и были еще в браке, которые брак какое-то время решал. То есть, вам в браке удавалось решить, вот, свою, так, свои проблемы. Но, до поры до времени, а в определенный момент брака стало просто-напросто мало. Вот. При этом, обратите, пожалуйста, внимание на то, что ничего страшного в этом нет. То есть, это нормально, что брак перестанут решать ваши проблемы. Он и не может, вообще-то говоря, решать ваши проблемы. Вообще, ни одни отношения не могут решать ваши проблемы на такой вот, ну, я бы сказал, постоянной, что ли, основе. То есть, это абсолютно нормально, что в определенный момент вам данное перестало помогать. Вот. Другой вопрос заключается в том, а можете ли вы, можете ли вы, в принципе, решать свои проблемы вне отношений? То есть, есть ли у вас такая возможность или же такой возможности у вас нет? Вот это, на мой взгляд, очень важный аспект, на который необходимо обратить свое внимание. Ну, вам. Да? Вот. 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 Потому что, ни много ни мало, от этого зависит то, как вы себя в этих отношениях позиционируете. На мой взгляд, вы чувствуете себя как бы более живой в отношениях с этим мужчиной. У вас появляется возможность более полно, возможно, чувствовать, что называется жизнь. Именно поэтому, идет такая сильная привязка к человеку. Вот. Я думаю, что ощущение свободы, а страх того, что, возможно, лучшее ваше время прошло, что вы, как-то, может быть, не особо способны на шпота. Вот. И порождает такую привязку к мужчине. То есть, необходимо разобраться вам, понятное дело, я надеюсь, необходимо разобраться вам в своих собственных чувствах. Вот. Когда и если вы это сделаете, я думаю, что ситуация начнет потихонечку меняться. Конечно, она начнет меняться не сразу. Вот. Но. Но. Начнет. Начнет меняться. Это не что-то такое, что всегда будет оставаться неизменно. Сейчас все это можно подкорректировать, но только в случае, если вы сами к этому гаппу. То есть, если вы к этому гаппу вы, то да, все хорошо, это можно подкорректировать, если вы в этом видите свою проблему. Но ведь непонятно. Ведь непонятно, в чем вы видите свою проблему. Что вы считаете своей проблемой? Как-то так. На этом все. Я надеюсь, что вам это было полезно и интересно. Я надеюсь, что вам был полезен и интересен мой ответ. Я хочу пожелать вам всего самого доброго. Удачи! Обращайтесь! 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 Продолжение следует...